Антикризисные управленцы Особую экономическую зону промышленного типа планируют создать в Алтайском крае. Об этом сообщают в Министерстве промышленности и энергетики региона. Особый статус позволит устанавливать более низкие цены на товары, которые будут производить на территории экономической зоны за счет снижения налоговой нагрузки. В эту зону смогут войти не только уже работающие предприятия, но и те компании, которые планируют открыть производство в регионе. Также стало известно, что в Край начнут субсидировать затраты на транспортировку местной продукции. Дело в том, что логистические издержки на фоне санкций существенно отражаются на стоимости товара. Ряд предприятий машиностроения и химии приобретают зарубежные комплектующие и сырье. С их поставками могут возникнуть сложности. В настоящий момент поставщики взяли паузу, не подтверждают новые отгрузки, но и не разрывают контракты. Кроме того, пока непонятно, когда поступит ранее заказанное и оплаченное нашими предприятиями оборудование. Предприятие активно анализирует варианты замещения комплектующих отечественными и китайскими аналогами. С продуктовых полок исчезают бананы, а оставшиеся продукты стабильно обновляют ценник. И все это после 24 февраля, три недели подряд. Продуктовая корзина среднестатистического жителя нашего региона уже начала видоизменяться. Перестраиваться приходится и многим алтайским предпринимателям, в том числе тем, кто производит из местного сырья. Есть, правда, и такие, которые считают изменения зеленым светом для своего бизнеса. О новой реальности, ее проблемах и перспективах глазами барнаульских предпринимателей в сюжете Анастасии Дороган. Утка, курица, свинина, говядина свои. И тем не менее, с начала года барнаульский производитель полуфабриката фиксирует второе повышение цены. Сначала чек вырос из-за запрета на собой скота с личных хозяйств, теперь докатилась волна санкций. Больнее всего по производству бьет упаковка. Она импортная и тянет за собой 30-ти процентное удорожание продукции. Чтобы оставить цены прежде, как они до военной операции были, так скажем, снизить цену на упаковку. Пусть она будет простой, но товар не ухудшится качеством, не уменьшится в объеме, как многие говорят. Давайте сейчас все хитрые по объему будем играть. Произвели запас продукции, от которой мы зависим, это упаковка. И ведут переговоры с производителями российских аналогов, которые пока уступают в качестве. Петр Кузьмин делает сыры на итальянской закваске, ей замены в России не найти. Однако сейчас он не просто не намерен отказываться от сыров, максимально приближенных к итальянским, но даже делает на это ставку. Это хорошо и для закрытого рынка, и для конечного потребителя. Ждем дополнительных оптовых клиентов, предложения от торговых сетей, для того, чтобы себе увеличить объемы продаж, снизить немного тем самым себестоимость. С перспективой на всю ситуацию смотрят в ресторане, где готовят блюда из курицы. Курица, конечно, алтайского происхождения. Почему для нас не играет роль санкции, которые вводятся, так это, наверное, больше потому, что у нас нет продуктов, которые привозятся откуда-то издалека. Мы используем все овощи, фрукты, которые у нас производятся непосредственно не только в России, но даже просто в алтайском крае. Кстати, по словам предпринимателей, из-за ухода Макдональдса эта птица подешевела на треть. А блюда из курицы могут заменить на рынке и сам Мак, и другую популярную сеть, если она соберется приостанавливать работу. Но в целом этот ресторан скорее счастливое исключение. Большинство производств оказываются в единой цепочке повышения стоимости. И есть эксперты, которые считают, меры поддержки бизнеса недостаточные. У нас сегодня такая ситуация в мобилизационной экономике. И нам здесь нужны люди, которые понимают эти процессы. Вот та вальяжная история, как мы работали до этого, на мой взгляд, она губительна сегодня. По его мнению, деньгами нужно наполнять не банки, а реальный сектор. Закупать оборудование, запчасти. Нужно вводить мораторий не только на плановые, но и вне плановой проверки. И пересмотреть налоги, ведь оборот бизнеса в скором времени может сократиться. Наши спикеры согласны, что рынок нужно наполнять своим. Но отечественные ингредиенты, элементы и технологии еще нужно создать. Алтайский край вошел в число регионов, в которых высок риск природных пожаров. Огонь может поразить алтайские леса уже в апреле, через несколько недель. В прошлом году о начале пожароопасного сезона на территории Алтайского края объявили 9 апреля. Всего в список регионов с высокой пожароопасностью попали 17 субъектов страны. Добавим, в 2021 году в России от пожаров пострадало более 10 миллионов гектаров леса. Есть и нарушения сроков и недочеты. В правительстве края оценили, насколько эффективно исполняются в регионе поручения президента Путина. На сегодня с ними работают 30 органов местной исполнительной власти. По словам чиновников, число поручений ежегодно увеличивается. Появляются новые, но есть и переходящие из года в год. В 2021-м поручений от президента стало намного больше. Причина – эпид-обстановка. Максимальная нагрузка пришлась на несколько ведомств. Министерство образования и науки, здравоохранения, социальной защиты, а также на Минфин и Минстрой, заявляют в правительстве. За 2021 год органами власти Алтайского края исполнялось 400 поручений президента. В течение года на который поставили 177 новых поручений. И, кстати сказать, по состоянию на сегодня их уже 298 за текущий месяц 2022 года. Нарушения сроков и недочеты в докладах президенту местной власти считают незначительными. Их пообещали свести к нулю. А вот каких-либо конкретных промахов чиновники не озвучили. Отменят ли масочный режим в Алтайском крае? Ответ на этот вопрос пока остается открытым. Хотя тенденция на снятие ограничений в стране началась. Накануне масочный режим отменили в Москве и Московской области, а также в соседнем Кузбассе. А вот в нашем регионе, предрекает главный инфекционист края, еще может наступить шестая волна коронавируса. Ее ожидают в конце апреля-начале мая. Каким будет течение болезни, специалисты не уточняют. Но продолжают прививать от коронавируса взрослых и детей. Так, вторая поставка вакцины для несовершеннолетних насчитывает 480 доз. Партию, которая включает в себя оба компонента препарата, распределили между поликлиниками Барнаула, Бийска и Рубцовска. На сегодня в крае привиты более 1700 детей от 12 до 18 лет. Мы защищаем своих детей, мы защищаем себя. Наверное, каждая семья столкнулась в этот раз, в последние два года с этой болезнью кто-то потерял родных, близких. Поэтому и дети болеют тяжело. И родители, это осознанный шаг родителей. Инвалиды теперь могут сами выбрать техническое средство реабилитации. Такая возможность появилась благодаря электронному сертификату. С его помощью можно в любом специализированном магазине, в том числе и онлайн, выбрать и приобрести, к примеру, протез, слуховой аппарат, трость, инвалидную коляску. Почему люди с ограниченными возможностями здоровья очень рассчитывают на этот способ получения тех средств? И есть ли те, кто уже им воспользовался? Расскажем далее. Наталья, мама ребенка-колясочника, сегодня за круглым столом вместе с представителями других общественных организаций инвалидов, а также фонда социального страхования. Рассказывает обеспечение тех средствами. Всегда было проблемой. Раньше по закону те же коляски закупали массово по госконтрактам. Порой без учета пожеланий самих людей, так что многие ими даже не пользовались. Верят, что сертификаты ситуацию исправят. Если будут, конечно, адекватные суммы зачисляться на этот, я могу пойти, в тот магазин, где продается хорошая коляска, которая подойдет, допустим, моему ребенку, или там человек, ну, уже взрослый с инвалидностью. Он может выбрать то, что действительно ему подходит. Почему я с костылем? Как раз потому, что если бы была хорошая коляска, ту часть нагрузки, которую должна брать коляска на себя, я брала, ну, за место нею я брала на себя. Сумма сертификата зависит от правильности заполнения индивидуальной программы реабилитации. И вот тут люди очень надеются, что все ответственные за это структуры будут работать сообща. Кстати, внедрять сертификаты начали уже в конце прошлого года. Оформить их можно в Алтайском отделении Фонда социального страхования или через портал Госуслуг. Выпускается сертификат через пять дней после подачи заявления. С использованием электронного сертификата можно приобрести более 90 наименований технических средств реабилитации, среди которых кресла, коляски, трости, опоры, поручни, ходунки и другие. Более подробной перечень можно также с более подробным перечнем ознакомиться на портале государственных муниципальных услуг либо в каталоге технических средств реабилитации на ktsr.pss.ru. С сертификатами сейчас работают филиалы московского протезно-ортопедического предприятия в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Заринске, Славгороде. Им пришлось немного перестроить свою работу. Нужно было устанавливать новые кассы. Сотрудники все обучились, тесты все прошли, поэтому никаких замечаний, никаких сложностей на сегодняшний день нет. Инвалиды уже приходят и приобретают техсредства, и обувь в том числе. Сделать это можно и онлайн, в известном маркетплейсе. Эксперты считают, что электронный сертификат сейчас самый перспективный из трех механизмов получения средств реабилитации. Хотя массовые госзакупки и получение компенсации за самостоятельно приобретенную технику тоже можно использовать. Но, скорее всего, предпочтение инвалиды будут отдавать все-таки электронным сертификатам. Как раз электронный сертификат, он задуман для того, чтобы можно было покрыть индивидуальные особенности. Вот то, что нужно вот и на человеку. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. Семилетнюю девочку сегодня сбили в Барнауле. Это случилось утром на нерегулируемом пешеходном переходе, напротив 79-й гимназии. За рулем Тойоты был мужчина 85-го года рождения. Как сообщили представители госавтоинспекции, ребенок с тяжелыми травмами доставлен в больницу. Проводится проверка. И это не единственное происшествие сегодняшних суток. На экране кадры пожара, который произошел ранним утром. Около 4-х часов на улице Попова горели сразу 3 автомобиля. На месте происшествия работали два пожарных расчета. Горение было ликвидировано в течение 10 минут. Во время случившегося никто не пострадал. Однако материальный ущерб от таких пожаров всегда значительный. Причина происшествия выясняется. В МЧС отметили, что чаще всего пожары в машинах происходят из-за технической неисправности авто, либо из-за халатности водителя. За прошлый год в крае горел 371 автомобиль, а в этом уже 36. Зоозащитники Барнаула вновь возмущены и шокированы. В промзоне города обнаружили несколько трупов собак со следами насильственной смерти. Более того, лежат они недалеко от специально оборудованного для умерщвления места. Подробности у Анастасии Дороган. Вот этот с чипом, да, конечно, вот этот ласковый. А вот это мой любимчик, вот с ушком был, я его потеряла. И когда здесь нашла, конечно, я в шоке была. Этих бездомных собак Наталья любила как своих. Животные жили в гаражном кооперативе неподалеку, куда часто приезжает женщина. Но 14 марта на ее голос диким воем отозвалась собака в лесу. Ну, она на голос отозвалась и начала кричать. Мы с дочерью поехали и нашли. Живот собаки застрял в леске. Обычный тросик. Петлей был стянут у нее на животе. Я думаю, что это способ охотничьей какой-то установки петли. Туда кладется еда, приманка, ставится петля. Эти собаки побольше, они попали именно в шею. А она прокарабкалась до туловища. И у нее была возможность орать. На территории кооператива обитает с десяток собак. Многие, кстати, после приюта. Чипированы, стерилизованы, а значит, не агрессивны. Чужих побаиваются, к постояльцам ластятся. Псам даже дают клички. Это Люся, мать местных собак. Ну, они, в принципе, не агрессивны. Нет, нет. Поэтому Наталья не верит, что люди, которые кормят хвостатых, способны к их убийству. По словам экспертов, в обществе жив стереотип. Если пес уличный, значит опасный. Отсюда и агрессия, которая замещает более глубокие эмоции, говорят психологи. Но после прецедента с котом Кузей, убийц которого посадили на реальный срок, местные зоозащитники настаивают – звоните в полицию. Неохотно реагируют сотрудники полиции на эти заявления, особенно если мы говорим о бездомных собаках. Мы всегда рекомендуем, если вы видите какой-то случай, в первую очередь звоним 112-128 и настаиваем на том, чтобы специалисты полиции приехали. Все-таки это должны структуры как-то работать, отлавливать, приюты какие-то создавать. Не собаки животом виноваты. Это мы люди виноваты. Мы же их приручили, мы их плодим, мы их выкидываем. Но не мы. А в этом случае речь не только о наказании живодера, но и его поиске. Потому что продуманность подхода пугает местных. Оборудована яма в метре от дорожек. И хотя тропа совсем рядом, место преступления не так-то просто заметить. Это сделана вручную стена из веток для маскировки. Крайне циничная жестокость. И такие случаи, в которых люди проявляют себя хуже зверей, к сожалению, регулярны. И причина тому прежняя – безнаказанность. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. День с толком. 22 года назад в ночь на 1 марта 90 десантников, среди которых был и наш земляк, приняли неравный бой с террористами. 6-я рота 104-го гвардейского парашютно-десантного полка в той схватке потеряла 84 бойца, но не дала противнику взять высоту. В День памяти героев в Барнауле провели урок мужества для школьников и кадетов. Тему продолжит Дмитрий Дроздов. Март 2000 года. 90 десантников сошлись в бою с террористами. Он явно неравный. Силы противников превосходит в 5 раз. В итоге 6-я рота 104-го гвардейского парашютно-десантного полка потеряла 84 бойца, но не сдала позиции. И это героический поступок, считают учащиеся. Больше 70 школьников и кадетов чтят память погибших на специальном уроке мужества. Подвиг 6-й роты, он бессмертен. Человек рождается, в конце жизни человек умирает. Умирать можно по-разному. Эти люди не умерли. Они погибли, но их имена навечно вписаны в историю нашего государства. Среди павших бойцов был и наш земляк, бейчанин Сергей Медведев. Ему присвоено звание Героя России посмертно. Посмертно же золотой звездой. В общей сложности награжден 21 герой 6-й роты. Многие также орденом мужества и тоже посмертно. Но столь высокая цена была не напрасна. Бой перевернул ход Второй Чеченской войны. Я считаю, данные уроки поднимают патриотизм среди молодежи, поэтому они необходимы. Тем более в нынешней ситуации. Барнаул стал первым городом России, где была создана уникальная аллея памяти героев 6-й роты. На ней установлены планшеты, на которых изложена история каждого героя и его подвига. Дмитрий Дроздов, Вадим Быстревский. День с толком. Не все знают, но и в алтайских колониях есть воспитатели. Конечно, правила там не такие мягкие, как в детском саду. Работа ответственная и эмоционально напряженная. Накануне сотрудники уголовно-исполнительной системы, в частности, начальники отряда или иначе воспитатели осужденных, отметили свой профессиональный праздник. Подробнее о воспитательной работе в колониях расскажет Валентина Аскерова. Гражданин-начальник, иначе Николай Анатольевича осужденные не называют. В половину своей жизни мужчина в погонах посвятил воспитанию оступившихся. Вот уже 20 лет он работает начальником отряда исправительной колонии. В силовые структуры попал после службы в армии. До этого я работал на тракторном заводе, на Рубсовском тракторном заводе. Ну, в то время он уже терпел банкротство в какой-то мере и начал закрываться. Поэтому принял решение поступить в силовые структуры. Как скоро можно увидеть родных, как получить работу в колонии, получить образование. Эти и ряд других вопросов решает воспитатель отряда Николай Миронов. У него 90 подопечных. Большинство трудятся на швейном производстве. Они имеют возможность не только погашать свои долги по судебным искам, но и поддерживать свою семью финансово. Отвлекаться на их просьбы. Помогать им в решении каких-то социальных вопросов. В вопросах бытового характера. И, в принципе, они будут отвечать тем же самым. Десять лет назад Николай Миронов представлял Алтайский край на всероссийском конкурсе начальников отрядов и воспитателей. Нашего земляка признали лучшим из наставников уголовной исправительной системы. Работа разнообразная, интересная. И практически каждый день какие-то новые открываются темы. Предоставлена возможность осужденным пользоваться библиотечным фондом колонии, созданным в колонии. Также заниматься спортом, участвовать в кружках. От своей работы Николай не устает и не считает ее рутиной. Говорит, она важна, ведь помогает осужденным встать на путь исправления. К слову, в этом году Николай Анатольевич отпразднует еще один праздник. 65-летие воспитательной службы уголовной исправительной системы. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. Алтайские дзюдоисты смогут выступать на международных турнирах, несмотря на санкции. Об этом заявил президент Федерации дзюдо региона Иван Нифонтов. Международная федерация дзюдо допускает сборную России. Пока нет у нас ограничений на нас. Здесь ребята готовятся, первая команда. И у них будет сбор в Монголии в начале апреля. И готовятся к чемпионату Европы, который будет в конце апреля. Но алтайские спортсменки на ближайший международный турнир, который пройдет в апреле этого года, не поедут. Они не прошли отборочную квалификацию. Но шансы выступить на мировых соревнованиях уже в следующем году есть. Для этого нужно успешно показать себя на уровне страны. На пресс-конференции представители дзюдо Алтайского края отметили. Результаты наших спортсменов в целом хорошие. На 27 соревнованиях разного уровня спортсмены показали достойные результаты. Добавим также, что накануне Федерация дзюдоистов выбирала себе президента. Им остался прежний руководитель Иван Нифонтов. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит. Не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания Валар. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok